Олеся Фирсова каждый день заботится об уюте каждого. Она заправляет одеяло на одном из предприятий Ульяновска. Теплые и пушистые, каждая вручную. Недавно ее супруга мобилизовали. Сложно передать словами, что чувствует Олесе на данный момент. Она думает о любимом человеке. Как он там, вдали от дома, всего ли хватает. Женщина вместе с двумя дочками надеется на лучшее. Работа отвлекает от волнений, но ненадолго. Дети как отреагировали? Они пишут в письма, рисунки, отправляют в какие-нибудь красивые? Конечно, они очень скучают по папе. Видимо, скучают, говорят, хотят, чтобы папа вернулся. Естественно, там пожелания всякие. Очень скучно. Постоянно у окна сидят, ждут, когда выходной будет, чтобы папа вернулся. Олеся знает, для кого старается каждый день. Недавно фабрика по производству постельного белья получила заказ от Министерства обороны. Теперь работники отшивают продукцию не только на продажу, но и для наших мобилизованных мужчин. Военные заказали партию одеял и подушек. При изготовлении одеял к синтетическому наполнителю добавляют овечью шерсть, чтобы было теплее. Усиленная стежка для прочности и пропитка чехла для гигиены обязательно. И эти одеялки еще по санэпидемическим своим свойствам, то, что в полушерсовых есть свойство заводиться немножко насекомыми, а в этих одеялах нет. То есть у них идет и пропитка в ткани, и все это. Ну, я считаю, что это качественное одеяло. А чем пропитывается? Какой состав? А эта ткань уже идет готовая. Подушки шьют в двух размерах. Квадратные 70 на 70 и евро 50 на 70 сантиметров. Когда их привезут в военные части и учебные центры, мужчины смогут выбрать свой вариант. Наполнитель мягкий, синтетический. Ухо перо не используется, чтобы стирать и сушить было проще. С появлением спецзаказа сотрудники фабрики стали работать больше часов – в 6 утра до 8 вечера. Раньше был сокращенный рабочий день. Коллектив понимает – задача сверхважная – расслабляться нельзя. Кроме одеял и подушек надо подготовить и другие принадлежности. 2,5 тысячи одеял, 2,5 тысячи подушек, 10 тысяч простыней, 5 тысяч наволочек и 5 тысяч вафельных полотенцев. Весь заказ будет выполнен в полном объеме сроки. То есть завтра мы… Сегодня мы уже отвозим подушки. А завтра и в субботу мы довезем всю остальную продукцию. Остальные индустриалы Ульяновска тоже работают для наших защитников. Фабрика «Русь» кроме традиционного трикотажа начала выпускать термобелье. Так, необходимое в полевых условиях.